У нас осталось 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая в эту комнату диагностики прийти к куратору или учителю Гатиса. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Гатиса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую вас. Приветствуем. Моё имя Натан. Натан. Вы куратор? Да. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы проводили проверку вашего подопечного. Он изъявил желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезно ответить на его вопросы? Я отвечу на его вопросы и, начиная отвечать, я бы хотела ещё добавить то, что было сказано здесь. Пожалуйста. Мало того, что нужно прочувствовать то, что ты говоришь. В первую очередь этому нужно сознательно уделить время, отложив всю суету, дела, звонки и прочую. Рутину выкинуть из головы все планы и уделить время себе, своей душе, своим энергетическим центром прочувствовать внутри эту силу и дальше с хорошим настроением возвращаться и продолжать жить и работать с людьми, окружающими тебя. Я благодарю вас за эти вступительные слова. Лучше и не скажешь. Так и есть. Позвольте начинать с первого вопроса? Да, позволяю. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Прекрасный вопрос. Я благодарю за этот вопрос. Твоя душа гибридная. Таких душ очень мало. В какой-то момент смешание этих объектов было ограничено. Твоя душа 80% плеядеанская. Но 20% есть у энергии урана. Зелёная и земрудная полоса энергии вплетена в твой плеядеанский стержень. Это делалось для того, чтобы сгармонизировать энергии урана, добавляя в них разные энергии и частицы душ. Так как твоя душа состоит из 80% плеядеанских энергий, я расскажу, как выглядит дом твоей души на плеядах. Как вы знаете, плеяды — это семь главных звёзд, семь сестёр, каждая из которых обитаема и имеет определённую задачу в этом скоплении звёзд. Как и у любого другого объекта, у семи сестёр есть определённый пояс или туманность для защиты вождения, так называемую атмосферу или границы семи сестёр. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Натан. И на этом месте позвольте приветствовать прессы для плеяд в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Я продолжаю, если вы позволите, со вторым вопросом. Пожалуйста. Как выглядит мой стержень? Энергии плеяд, они имеют густую плотную структуру. Именно так выглядит твой стержень, состоя из семи цветов твоих главных энергетических центров. Немного густая, утяжелённая энергия с зелёным изумрудным стержнем. Я бы назвал это сердцевиной урана. То, как ты владеешь своим стержнем, характеризует развитие и осознанность, а также желание развития твоей души. Мы называем это стержнем, но это твой дух, это твоя сила и внутренняя уверенность и знание своей души или внутренней силы, которая даёт тебе желание, радость жизни, а также излучает идеи и решения. В зависимости от этого, твой стержень может закручиваться как спираль, быть укреплённым и светиться изумрудной энергией изнутри, сворачиваться в шар и растекаться по всему твоему телу каплями или определённой энергией, как река. Это зависит от твоего, ещё раз говорю, развития, обладания душой, а также настроения. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Натан. Третий вопрос. Как услышать свою душу? Я уже сказал это в своём вступлении. Уделить этому время – это первое и главное. Отбросив все мысли, сконцентрироваться лишь на занятии, заправке энергиями и визуализации. Второе – это интуиция. Принимая решение, ты интуитивно чувствуешь правильность принятия. Как минимум, всегда есть двойной выбор. Один из них по душе, другой может быть более выгоден в человеческом мире или матрице Земля. Делая этот выбор, прислушайся к себе изнутри. Ты прекрасно поймёшь, какой выбор по душе, а какой материально выгодный или же просто выгодный, но идёт в ущерб кому-то. Именно так ты служаешь свою душу, полагаясь на интуицию и совесть. Не зря говорят «совесть мучает». Совесть – это главный триггер. Если ты переступаешь совесть, ты идёшь против душе, и у тебя остаётся осадок, который напоминает тебе всегда об этом. Иногда в жизни даётся второй такой же шанс. Когда человек осознаёт и ищет решений, тогда второй шанс – он поступает по душе. Выбирая малое «но», живя в радости и спокойствии, так как душа спокойна, не навредив никому. Именно так можно услышать свою душу. Благодарю. Благодарю вас, Натан. Это действительно был очень интересный ответ. Я благодарю вас за это. Следующий вопрос. Четвёртый. Каковы мои душевные таланты, которыми я сейчас не пользуюсь? У тебя много душевных талантов. У гибридных душ таланты переплетаются. Твои таланты в идеях и креативе. А также артистичные, музыкальные и другие таланты, требующие физических дополнений, как, например, лепка, скульптуры, глина. Подключая моторику рук и двигая руками, твой мозг успокаивается, гармонизируется, и ты попадаешь в приятный поток, где душа отдыхает и сливается с твоим домом души. Отсюда приходят новые идеи, мысли, а также знания из прошлых жизней и опыта. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Пятый. Как расшифровать правильно цифры, которые я последнее время вижу везде? Я понимаю, что это знаки, но не понимаю до конца, что хотят передать мне. Я благодарю за этот вопрос. Хватает того, что ты уже обращаешь внимание и видишь эти цифры. Это моя заслуга, и мне этого достаточно. Расшифровывать их на сегодняшний день не надо. У тебя слишком мало знаний, чтобы расшифровывать и верить данной информации. Я лишь скажу, что обращая внимание, будь уверен, что ты следуешь правильному пути, и я слышу тебя и нахожусь рядом. Этот вопрос говорит мне лишь о том, что ты теперь тоже слышишь меня и видишь мои знаки. Благодарю тебя за это. Благодарю вас. Точно так я общаюсь со своим куратором с Плеядой. Это всё очень знакомо, и ваше объяснение действительно в точку. Благодарю вас. Следующий вопрос, шестой. С какими целями и задачами пришла моя душа, я полагаю, на Землю? Прекрасный вопрос. Душа пришла на Землю, чтобы получить свой земной опыт. Планеты Земля. Принятие правильных решений и задач, как в рабочей сфере, так и в семейной жизни. Твоя душа богата разными энергиями. Также твоя жизнь богата общением и наполнением твоей жизни. Обрати внимание на людей вокруг себя. Все они твои учителя. Даже если ты старше их и знаешь больше их. Не пренебрегай животными и людьми вокруг себя. Что это значит? Первое. Принимай всё как есть, но оставляй свои вибрации на твоём уровне. Не нужно недооценивать или смотреть свысока на кого-то. Это плохо для тебя, твоей души и твоих вибраций. Принимай как есть, оставляй свои вибрации на своём уровне. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Где я могу найти вдохновение для самореализации, как в жизни, так и в душе? Я уже рассказал немного выше о вдохновении души. Соединяясь с потоком информации, объяснил как. Веди в свою жизнь то, что даст тебе поток. Руки и мозг открывают этот поток. Я бы посоветовал искусство. Любое искусство. Рисование, кульптуры, лепка, глина, музыка. Но не пение, не голосовая чакра. Именно руки. Может быть, гитара, клавиши. То, где соединяются руки и мозг. Не надо ничего ждать. Надо увлечься этим, и поток откроется сам по себе, когда ты вовлекёшься в этот процесс. Всё происходит естественно. Благодарю. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый Натан. Я перехожу с вашего разрешения к следующему вопросу. Восьмой. Как я могу задавать вопросы куратору и получать ответы? Очень просто. Начни с самых коротких вопросов, которые несут ответ «да» или «нет». Я отвечаю до того, как вопрос закончен. Слушай своей душой, своим внутренним стержнем. Как я уже сказал, не головой. В голове могут возникнуть наводящие на выгоду ответы. Слушай душой. Душа всегда правильно подскажет и передаст информацию. Благодарю. Благодарю вас, Натан. Следующий вопрос. Девятый. Мы знаем, вы куратор на эту жизнь, но вопрос такой. Расскажите про мою прошлую жизнь в воплощении на Земле. Кем я был, что делал? Хорошо. Я подниму так называемые архивы, хроники. Очень давно была жизнь. Проходит много событий на разных объектах планеты Земля. Хорошо. Это Египет. Если можно приблизительно в нашем летоисчислении, когда это приблизительно было. Это, как написано, 300 лет до нашей эры. Чем занимался? Какой опыт получил? Наверное, такие вопросы. Золото. Много золота. Ты украшал гробницы золотом. Работал руками и инструментами определенной структуры. Много инструментов. В виде ножей, кисточек, заточек. Красивый набор рядом с тобой. Ты любишь свою работу. Красивые узоры и истории из жизни. Все это ты производил и наполнял золотом. Скульптуры, которые ты создавал, это небольшие фигурки. Некоторые сделаны из камня и раскрашены золотой краской. Другие сделаны из золота. Ты принимал заказы на такие скульптуры. Очень интересно. Даже мне. Но это определенный талант, определенные знания. Не каждый мог таким заниматься. Именно так. Ты был поглощен этим искусством. Наполнен радостью и определенным потоком. Это то, о чем я говорил выше. Творчество. Твоя жизнь не была богатой сама по себе, но у тебя было все необходимое для жизни. Я не вижу дворца или хором, палат. Я вижу квадратную, немного вытянутую. Я бы назвал это хижина или дом. Внутри все просто. Есть стол, за которым ты работаешь. Есть простая посуда. Также у тебя есть жена и трое детей. Я вижу счастье в этом доме. Все наполнено пониманием и любовью. С счастливым душем не нужны дворцы и хоромы. А работа была любимая, доставляла тем самым неимоверное удовольствие в его жизни. Я прям целый фильм увидел, когда вы рассказывали сейчас. Благодарю вас, Натан. Хотели добавить что-то еще? Если есть вопросы, я отвечу. Здесь все понятно. С моей стороны вопросов нет. Какой возраст можно еще закончить? До какого возраста, сколько он прожил в том воплощении? 72 года, заразился водой и умер. Все понятно. Благодарю вас за этот экскурс в прошлое. Благодарю вас, куратор Натан. И у меня остался последний вопрос, вернее, у вашего подопечного Гатиса, если позволите. Есть ли еще что-то важное, что мне следует знать, о чем я забыл спросить? Все самое полезное и нужная информация была предоставлена. У тебя много работы, чтобы осуществить вышесказанное. Не забывай, время, уделенное душе, не должно включать другие мысли. Радость, общение должно наполняться, быть наполнено это время. Со временем это время будет расширяться, и ты сможешь прожить жизнь в гармонии со своей душой. Время не будет ограничено для общения. Это будет нормой жизни. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Натан, за эти 10 ответов на 10 вопросов остались заключительные слова. Благодарю, большое спасибо за ответы. Я очень рад был этой встрече. И я благодарю за эту прекрасную встречу. Остался маленький нюанс, уважаемый Натан, вы еще о нем не знаете. В нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает в этой комнате диагностики, мы им всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Натана, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания. Мне приятен этот подарок. И я с благодарностью принимаю его. Благодарим вас, уважаемый Натан. Передавайте, пожалуйста, на плеядах и уране. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые мешают в развитии, открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Непременно я расскажу о этой приятной встрече. Благодарим вас. Не смеем больше задерживать. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Гатис, мы закончили встречу с вашим куратором Натаном. Вы получили все ответы на свои вопросы. Очень неожиданно. Не мог представить, как пройдет встреча, но это великолепно. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Гатиса в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok